Тинь дельта функции в небо протянута Давай за тех, кто верил в результат Давай за тех, кто это создавал Давай за всех, на ком без факта стоял У нас было вертикально направленное магнитное поле С индукцией В И, естественно, когда у нас стержень двигался в эту сторону со скоростью В То на положительные заряды, которые двигались сюда Действовала бы сила, направленная на нас А на электроны действует сила, направленная в ту сторону В результате у нас рельсы заряжались Рельсы у нас заряжались противоположными зарядами Тут у нас появлялись плюсы А тут у нас появлялись минусы И понятно, что эти заряды создавали свое электрическое поле Которое Вот так было направлено И понятно, что заряды в стержне переставали двигаться В том случае, когда сила Лоренца оказывалась равной силе электрической Когда сила Лоренца становилась равной минус силе Кулона И тогда заряды в этом стержне переставали двигаться Это означает, что по величине QV на B И у нас рельсы заряжались до тех пор, пока электрическое поле Не приобретало значение V на B После этого дальше уже ничего не изменилось Но если, обратите внимание, у нас появились разноименно заряженные рельсы То если теперь сюда включить лампочку И выключатель То при замыкании выключателя лампочка загорится Поэтому у нас потечет ток Понятно, как потечет ток Он потечет здесь В эту сторону В эту сторону В эту и в эту Но вообще говоря, если течет ток Для того, чтобы по замкнутой цепи ток потек Нужно иметь батарейку Что играет роль батарейки? Движущийся стержень Движущийся стержень Вот здесь Вопреки тому Что у нас электрическое поле смотрит в эту сторону У нас заряды двигаются в обратную сторону Кто их двигает? Сила ампера Сила Лоренца Которая в данном случае больше, чем Кулоновская Пока мы не замкнули лампочку Естественно, у нас все остановилось И силы электрические уравновешиваются силами магнитными Но стоит нам замкнуть ключ Как заряды с плюса побегут сюда Электрические поле заряды здесь уменьшатся Поле уменьшится И естественно, в этом случае магнитные силы будут сильнее, чем электрические И они будут заставлять заряды бежать по этому проводу И они будут их заставлять бежать ускоренно до тех пор, пока не наступит равновесие Это я к тому, что в данном случае Если у нас между этими проводами поле Е А расстояние Л А внутри провода, если он однородный, поле электрическое однородно Это означает, что разность потенциалов здесь равна произведению Е на Л Итак, у нас между этими проводами возникает разность потенциалов Равная Е на Л Но поскольку между проводами возникла разность потенциалов И есть какой-то участок цепи Где кроме электрических сил действуют еще магнитные силы Которые являются сторонними То вот этот провод является активным участком цепи Там кроме кулоновских сил действуют сторонние силы В данном случае роль сторонних сил играет сила Лоренца Но если у нас имеется участок, где действуют сторонние силы То, естественно, у этого участка есть ЭДС И в том случае, когда у нас цепь разомкнута То понятно, что разность потенциалов на лампочке должна равняться ЭДС Ну, по закону Кирбова, правда? Сумма разность потенциалов плюс ЭДС равна И на Р Когда ключ разомкнут, никакого тока нет И тогда у нас ЭДС на стержне равна разности потенциалов здесь Это я к тому, что у нас здесь возникает на стержне ЭДС По величине равная произведению В на В на Л Вот такая ЭДС появилась Ну, теперь давайте направим сюда ось Х А если сюда направлена ось Х То всегда можно сказать Что В Это есть производная от Х по времени Но у нас в частном случае, который я вам сейчас предлагаю У нас В и Л константы Константы можно внести под знак производной Тогда можно написать так В на скорость изменения по времени А здесь Х на Л А что же такое Х на Л? Если здесь 0, а здесь Х А если вот это расстояние я умножу на ширину контура Это будет площадь контура И тогда у нас получается Произведение В На скорость изменения площади контура Но в моем честном случае Вектор В направлен вертикально вверх А если я внесу постоянное В под производную Что получится? Будет Д по ДТ А здесь В на С А что это такое? В на С Это поток вектора В через вот этот контор И поэтому можно написать Что ЭДС, которая возникает Равна скорости изменения магнитного потока Через рассматриваемый контур Давайте, чтобы не думать пока о знаках Везде напишем абсолютные величины И так оказывается, что в нашем частном случае Который я сейчас рассмотрел Когда у нас движется стержень При этом увеличивается площадь контура А если увеличивается площадь контура Увеличивается число линий В Пронизывающих контур А значит увеличивается магнитный поток Так вот Если у нас меняется магнитный поток Через данный контур То в нем возникает ЭДС И закон электромагнитной индукции В данном случае говорит о том Что возникающее ЭДС Равняется Я уже теперь напишу прямо со знаками Обычно пишут так Минус скорости изменения Магнитного потока Почему здесь пишут знак минус? На самом деле Если бы мы делали все совсем корректно Он бы получился сам В школьных учебниках говорится Что знак минус показывает То, что это ЭДС мешает изменению Магнитного потока Давайте подумаем почему Вот сейчас, когда мы двигаем сюда стержень У нас площадь возрастает И магнитный поток хочет расти Но как только мы замкнули этот ключ У нас потек ток Но как только потек ток Он что создает вокруг себя? Свое магнитное поле Не это магнитное поле Которое было с самого начала А вот сам ток, текущий по проводам Он ведь создает дополнительное магнитное поле Куда он будет его направлять? Если ток течет сюда То от этого провода По закону Биасавара Лапласа Поле крутится вот в эту сторону На этом проводе Ток течет сюда Поле крутится в эту сторону У этого провода Ток течет сюда Поле крутится В эту сторону И здесь ток течет на нас И поле крутится В эту сторону Это дополнительное поле Б штрих Которое создается Тем током, который потек И скажите, пожалуйста Это дополнительное магнитное поле Куда направлены его линии Внутри контура? В сторону Противоположную Исходному контуру И тогда, когда ток потек Что станет с магнитным потоком Через этот контур? Поскольку линии идут в обратную сторону Эти линии дают Отрицательный вклад В магнитный поток Поэтому у нас получается Два встречных эффекта Из-за того, что мы тянем провод У нас увеличивается площадь И магнитный поток растет Но в результате возникает ток Который создает Дополнительное магнитное поле Которое мешает Возрастанию этого потока И вот этот эффект того Что это ЭДС Пытается создать Дополнительное магнитное поле Мешающее изменению Магнитного потока В честь этого Как написано в школьных учебниках Здесь ставится Знак минус Вообще говоря Я рассмотрел простейшую ситуацию Когда поле магнитное Исходное Постоянно По пространству Оно постоянно И в пространстве И во времени Можно рассмотреть Более хитрую ситуацию Вот какое-нибудь Такое хитрое Магнитное поле Исходное Какой-нибудь контур Кривой Который мы обозначим Гамма-1 Это одномерный контур Замкнутый какой-то вот Тропинка Если мы Деформируем контур И он из этого состояния Перешел в это Ну скажем Это такой упругий провод Мы его растянули И он стал контуром Лучше так нарисовать Вот это Новый контур Гамма-1 Штрих А был контур Гамма-1 Ну посмотрите Что здесь происходит Если мы Магнитное поле Направили Вверх То тогда Какое будет Правильное направление Обхода контура Давайте вспоминать Большой палец Показывает Куда смотрит Магнитное поле Кисть показывает Как надо правильно Обходить контур Тогда элемент Длины контура Небольшой Дельта-L Будет направлен Сюда Если мы Контур Деформировали То этот элемент Длины Переместился Вот сюда Если мы Растянули Проволоку То этот Контур Сюда Переместился Это значит Что он Двигался В этом направлении И вот этот Векторочек Это есть В На дельта-Т Тогда Естественно Когда мы Двигали контур На каждый Заряд Действовала Сила Лоренца Сила Лоренца Равняется К На В На В Это сила Действующая На один заряд Если Теперь Этот заряд Переместился На дельта-L То будет Силой Лоренца Совершена Работа Равная Скалярному Произведению Силы Лоренца На перемещение Вот мы Сюда Сдвинули Контур А у нас Потек Ток В нашей Цепи И заряд За счет Силы Лоренца Сдвинулся На расстояние Дельта-L F на дельта-L Стоп Скажете вы Какая это еще Работа Сила Лоренца Мы договаривались Что сила Лоренца Работы Совершать Не можем Только здесь Не только Сила Лоренца Работает Когда мы Деформируем Контур Мы сами Еще совершаем Работу На самом деле Это наша Работа Но наша Работа Передается Туда Через силу Лоренца Сама сила Лоренца Не совершает Работу Она выступает Как некоторый Посредник Передачи Того что мы Делаем Зарядом Внутри На самом деле Работу Здесь совершаем Мы Когда тащим Контур Но От наших Рук Зарядом Воздействие Передается Не непосредственно Мы руками Этот заряд Дергаем А через За что Через силу Лоренца Которая Сама-то Работу Не совершает Она просто Передает Наши действия Ну тогда Вот так Давайте Теперь Напишем Что это Будет Сила Лоренца Это К Дальше Будет В На Б На Дельта Л Посмотрите Как интересно У нас Получилось Смешанное Скалярно-векторное Произведение Что в нем Можно сделать Циклическую Перестановку Множителей Я Б Поставлю Сюда В Поставлю Сюда А ДЛ Поставлю Сюда В результате Получится К Дельта Л Умноженное Дельта Л Встало На первое На первое На первое Место Это Скорость Дельта Дельта На В Дельта Т И это Векторное Произведение Умножается На В Смотрите У меня Получилось Векторное Произведение Этого Векторочка Дельта Л На В Дельта Т А когда мы Перемножаем Два Вектора Вектор На чему Числено Равно Векторное Произведение Площадь Это Вот Эта Площадь Только Вопрос А куда Смотрит Векторное Произведение Если Я Дельта Л Умножу На В Дельта Т Векторное Произведение Будет Смотреть Вниз А если Мы Обходим В эту Сторону Контур Куда Вектор Площади Должен Смотреть Вверх Поэтому С учетом Знака Вектора Площади Это Векторное Произведение Будет Не Дельта С А Минус Дельта С Вот Это Минус Дельта С Но Скажите Пожалуйста Если Изменение Площади Скалярно Умножить На поток Это Что Будет Изменение Магнитного На Площадь На Б Это Будет Поток Через Эту площадочку И Тогда Получится К А здесь Будет У нас Минус Б На Дельта С И Делить На Дельта Т Но Б На Дельта С Это Магнитный Поток И В результате У нас Получается Минус К Дельта Ф Делить На Дельта Т Но Это Работа Силы Лоренца Работа Сторонних Сил А если Мы Которая Перенесла Заряд К А если Работу Поделить Сторонних Сил На Заряд Это Какая Величина Будет ЭДС Это Работа Сторонних Сил По Перемещению Единичного Заряда Итак Мы Получили Что ЭДС В данном Случае Равное Работе Силы Лоренца По Перемещению Единичного Заряда Только Посмотрите Чтобы По всему Пути Сосчитать Работу Мы должны Будем Просуммировать По всем Этим Клеточкам И по Этой Клеточке И по Этой Мы Сейчас Сосчитали Работу Только На Этом Маленьком Кусочке А по Замкнутому Будет И как Сосчитать Работу Просуммировать Работы По Всем Этим Кусочкам И мы Тогда Получим Сумму Приращения Площадей На Каждом Куске А в Результате Мы Получим Приращение Площади Всего Контура Магнитом Магнитом Поле Деформируем Любой Контур Любой Формы То Оказывается В нем Возникает ЭДС Равная Минус Скорости Изменения Магнитного Потока Причина Возникновения ЭДС Силу Лоренца Которая Действует На заряду Пока Я надеюсь Все понятно Ничего Нового Принципиально Для нас Нет Если у нас Проводник С зарядами Движется В магнитном Поле Возникает Сила Лоренца Которая Пытается Гнать Наши Заряды По этому Контуру В результате Если Заряды Стали Двигаться Под Шоу Ток А если По шоу Ток Значит Возникла ЭДС ЭДС Обусловлено Действием Сторонних Сил Действием Сил Лоренца В принципе Ничего Нового Пока А вот Сейчас Будет Нечто Принципиально Новое Но это Следующий Вопрос Заряды